Узбекистан и Казахстан объединили усилия по ликвидации последствий прорыва дамбы Сарадабинского водохранилища. Накануне в Туркестанскую область Казахстана, в частности пострадавший Макта-Аральский район, прибыли специалисты и спецтехника Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны. С места событий передает Мурат Садыков. Разработка плана действий с участием специалистов МЧС двух стран. Все происходит в оперативных условиях. На счету каждая минута. Первая боевая задача, которую поставили перед чрезвычайными ведомствами двух стран, это выкачать воду из поселков Аргебас и Фердауси, расположенных на территории Макта-Аральского района Туркестанской области. Вот на этом участке работают пожарные машины МЧС Узбекистана, а чуть дальше расчеты наших казахстанских коллег. Меньше чем за сутки удалось выкачать воду в объеме нескольких десятков тысяч кубометров. Как уже сообщалось неоднократно, основной ущерб стихия нанесла приграничным с Сардаринской областью поселкам Туркестанской области. Ликвидация ЧАЭС ведется в ускоренном режиме. Накануне по поручению президента Узбекистана в эпицентр стихийного бедствия по ту сторону границы были направлены колонны спецтехники «Личный состав». Дополнительные ресурсы в Макта-Аральский район прибыли сегодня. Это около 10 экскаваторов, несколько десятков мотофомп и 100 с лишним грузовиков с гравийно-песчаной смесью. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Моторы пожарных машин не умолкают даже ночью. Консолидация усилий ведомств двух стран в разы ускоряет процесс ликвидации ЧАЭС трансграничного характера. Вначале я хотел бы выразить огромную благодарность Узбекистанской республике за то, что они оказывают нам помощь в ликвидации последствий ЧАЭС ситуации. В первую очередь нам надо отвезти воду с населенных пунктов, которые были затоплены. Для этого силы средства МЧС Республики Узбекистан привлекаются в первую очередь для откачки воды, а также привлекаемые со стороны узбекской стороны инженерная техника привлекаются для прорыва каналов, возведения дамб и защитных земляных валов. Как уже прозвучало выше, задача номер один – это осушить наводненные площади населенных пунктов. По предварительным расчетам этот вопрос решится уже в ближайшие дни. В разных частях района работают экскаваторы, которые роют новые каналы для стока влаги. Единственное верное решение, говорят специалисты, это направить потоки воды в трансграничный коллектор, пропускная способность которого тоже расширяется с помощью спецтехники. Принято у нас решение, та вода, которая у нас находится непосредственно в населенных пунктах, то есть мы ее поделили на правый и левый фланг. С правого фланга принято решение у нас откачка воды машинным водозабором на левый фланг. По левому флангу мы будем спускать воду естественным путем вдоль трассы, сейчас мы ее пионеркой пробили, естественным путем, вот можете обратить внимание, у нас вода уходит в коллектор ЦГК самостоятельно. То есть на сегодняшний день вопрос по отводу воды решается совместно, решается эффективно. Осушить зону стихийного бедствия – это лишь первый этап. Следующая стадия – это дезинфекция пострадавших поселков и берегоукрепительные работы на приграничных территориях. В процессе командировки в Мактаральский район Туркестанской области нам удалось пообщаться и с местным населением. В своем большинстве люди относятся с большим пониманием случившейся трагедии. Особенно их радует то, что братские народы двух стран дружно преодолевают общую беду. В такой момент, я считаю, люди должны быть сплоченными. То, что братская республика Узбекистан послала своих людей на помощь своим соседям, казахстанцам, это большой плюс. В такой момент люди должны сплотиться и быть все вместе. Все справились, все взяли себя в руки, все вместе сплоченно вышли из этой ситуации. Очень радует, что в таких бедских, в таких волнительных ситуациях два братских народа сплотились и действуют сообща, помогают друг другу. Нам помогают наши родные из Узбекистана, им честники выкачивают воду. Мурат Садыков, Бигзот Самандаров из Мактааральского района Туркестанской области Казахстана.